Привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский. Сегодня я покажу вам кадры, которые я хотел снять еще начиная со школьной поры. Если быть точным, начиная с лета 1996 года. И вот летом 2015 года мне удалось снять несколько секунд долгожданных видеоматериалов. Все верно. Понадобилось почти 20 лет для того, чтобы получить ответы на вопросы семиклассника. Что же это за вопросы? Кто есть друг и кто есть враг лугового чекана? Ладно, давайте заглянем в первый полевой дневник и выясним, чем был озадачен юный натуралист. Итак, в начале лета, а именно 1 июня, я первый раз в своей жизни скосил траву вместе с мужем старшей сестры. И вот Александр наткнулся на гнездо с шестью яичками. Гнездо было прямо на земле, свитое из сухих салонов. Трава с одной стороны была полностью скошена и даже под гнездом была срезана. Мы, однако, положили гнездо на землю в надежде, что птичка перетаскает яйца в более укромное место. Куда совьет новое гнездо? Как она перетаскает? Эти невероятные вопросы мы себе не задавали. Мы только хотели, чтобы яйца не пропали. Сейчас, учитывая свой опыт, а также опыт орнитологов, я не верю, чтобы серая славка, гнездо, которое мы тогда скорее всего нашли, могла бы перетащить яйца. А тогда, видимо, была только надежда, раз я об этом написал в дневнике. Так вернемся к дневнику. Через день после сенокоса мы вернулись к гнезду и оно было пустым. Лишь одно разбитое яйцо валялось рядом. Кто разорил гнездо? Как это произошло? Можно было только догадываться. Очевидно было одно, что причиной обнаружения гнезда послужил сенокос. Но такая очевидность была лишь в этом случае. Позднее мне еще не раз приходилось сталкиваться с тем, что гнездо разоряют и далеко не всегда можно было также легко объяснить причину. Поначалу в первые годы я находил не так много гнезд птиц и хозяева, большей частью крупные птицы, могли постоять за свой родной дом и потомство. Поэтому случаи разорения мне были мало знакомы. Позже я научился отыскивать гнезда мелких перчатых птиц и мне казалось, что в каждом разорении гнезда веномат именно я и тайно следящий за мной серые вороны. Отчасти, может быть, так оно и было. Но дальнейший опыт показал, что такой уж стопроцентной связи нет. Одни гнезда, которые я нашел мельком и даже не фотографировал, при очередном визите оказывались разорены безо всяких видимых причин. В других гнездах, которые я регулярно проверял, вел у них фотосъемку, благополучно вылуплялись и вырастали птенцы. И все заканчивалось хорошо. Но вопросы так и оставались без ответов. Кто разоряет гнезда птиц? При каких обстоятельствах это происходит? Почему одни птицы умудряются вывести птенцов у кошки под носом, например, в саду рядом с домом, а другие теряют будущее потомство еще на стадии яйцекладки? Наконец, и это самое главное, кто разоряет гнезда именно в Рязанской области, в Пронском районе, в окрестностях моей родной деревни Денисова, в которой я родился и вырос. Снимая птиц у гнезд из укрытия, я всегда тайно надеялся застать разорителей гнезд и запечатлеть это на пленку или на цифровую матрицу фотоаппарата. Однако за полтора десятка лет мне это ни разу не удавалось. Хотя, повторюсь, самим фактом разорения сталкиваться приходилось довольно часто. Техническое решение моей задачи было очевидным. Нужно наставить как можно больше камер наблюдения около гнезд и потом просто просматривать видеоматериал. Ведь при съемке из укрытия с личным присутствием время наблюдение жестко лимитировано за сезон. А потому и вероятность застукать преступника крайне маленькая. Я уж не говорю, что наличие самого укрытия может сильно смутить потенциального разорителя гнезд. Весной и летом 2014 года я провел полевые испытания экшн камер у гнезд и поверил, что с помощью них можно получать достойный материал. За остаток лета 2014 года и за сезон 2015 года я снял примерно 6 терабайт видео в качестве Full HD, что составляет около 500 часов видео или чуть больше 40 дней наблюдения по 12 часов в сутки. Такой объем стал возможен благодаря тому, что в сезон 2015 года у меня уже было 3 экшн камеры, которые я мог использовать. Фактически я умножил свой законный отпуск в 3 раза, а учитывая терпение и непредвзятость видеокамер гораздо большее количество раз. Итак, 3 камеры, десятки подопытных гнезд, порядка 500 часов видео и немного удачи. Вот нехитрый рецепт моего счастья и несколько секунд видео, которое я хотел получить. В ролике «Как найти гнездо Чекана» я упомянул о том, что некоторые причины гибели птенцов неизвестны. Начнем с гнезда с еще слепыми птенцами. Гнездо в густой траве на лугу, на значительном удалении от водоема примерно 500 метров. После сильного и продолжительного ненасти я обнаружил птенцов, облепленных муравьями. Пришли насекомые уже после естественной гибели птенцов или сами явились причиной гибели, сказать сложно. Но случаи, когда хозяева гнезда не выдерживают натиска муравьев, известны и для более крупных птиц. Теперь переместимся поближе к реке. Тут и грунтовая дорога рядом, и до воды метров пятьдесят. Часто рыбаки снуют туда-сюда. И вот чудесное гнездо лугового Чекана. Я ставил камеру, когда птенцы были еще молоды. Поставил и когда они окрепли. Обратите внимание, птенцы уже довольно взрослые для того, чтобы покинуть гнездо при беспокойстве. Поэтому я использую садовые ножницы, чтобы аккуратно срезать травинки, которые могут заслонить обзор. Птенцы затаились и терпеливо вынесли все манипуляции. На подготовку гнезда ушло полторы минуты. Уже через четыре минуты после начала записи видео, родители пролетели над гнездом и проразинутым клювом малышей. Можно было легко сосчитать, что их шесть штук. Как и в день обнаружения гнезда. Спустя шесть минут после моего ухода самка уже покормила птенцом и унесла капсулу с пометом. Один из птенцов вышел на край гнезда. Правда тут уже вернулся обратно. Кажется, при необходимости он может убежать. Самка и самец часто кормили птенцов, исправно принося насекомых и унося капсулу с пометом. Все, кажется, шло замечательно. Однако есть у чеканов одна странная особенность. Они, в отличие от многих других наземных гнездящихся видов птиц, садятся на лету прямо в гнездо. Может быть поэтому чекан часто оказывается воспитателем кукушонка. И может быть поэтому именно у гнезда чекана мне удалось запечатлеть его врагов. Стараясь получить крупный план, я ставил камеру поближе, используя макрокольца для получения фокуса на переднем плане. Поэтому, к сожалению, можно наблюдать только часть пернатого разбойника. Да, слава разорителю гнезд серой вороне досталось заслуженно. Признаться, я иногда задумался о том, чтобы купить пневматическое ружье. Чтобы вместе с ним ходить по гнездам и чтобы вороны боялись меня, думая, что я охотник. Но вернемся к нашему врагу чекана номер один. Прежде чем атаковать птенцов, ворона некоторое время как будто сомневалась. При замедленном воспроизведении мне показалось, что это молодая птица. Действовала она явно неуверенно. В конце концов, вороне достался птенец, которому сунтица больше своих собратьев. Если прислушаться, то все время нахождения вороны около гнезда можно услышать, что взрослые чеканы подавали голос тревоги. Видимо, он означает необходимость птенцам полностью затаиться. И судя по субе птенца, который не слушался родителей, затаивание в данном случае единственно верная таптика. Конечно, такая трактовка событий – это мое предположение. Вообще, я планирую выложить отдельно файл с атакой серой вороны на гнездо чекана, без вырезания промежутков, чтобы любой интересующий человек мог просто посмотреть видео и уже сделать для себя выводы самостоятельно. Если вы считаете, что такое видео интересно, просто поставьте лайк. К данному видео, когда наберется 10 штук, я выгружу файл. Наконец, ворона улетела. И тревожные голоса родителей стихли. Тут же птенцы один за другим стали покидать гнездо, прячась в траве по соседству. Чуть позже появились и родители с кону. Протокол события вы видите на экране. Отдельно хочется отметить, что ворона съела всего одного птенца, что в каком-то смысле благоразумно с точки зрения хищника, изымающего только часть потомства. С другой стороны, все дело может быть в неопытности птицы. Да и наличие камеры, несомненно, изменило поведение серой вороны. В любом случае, для серьезной оценки и выводов, нужно иметь гораздо больше записей атаки вороны гнезда чекана. Продолжим наблюдение за гнездами чекана. Очередное гнездо было найдено в заброшенном поле и далеко от грунтовой дороги. Камеру я оставил два дня подряд, 10 и 11 июня. Гнездо располагалось под травяным шатром, в тени которого находились тенцы. Установить камеру без серьезных нарушений маскировки гнезда можно было только со стороны естественного входа в шалаши гнезда. Во второй половине дня, контровый свет сильно мешал работе автоматической экспозиции. Предвидя это, я заранее вместе с камерой в первый день съемок установил рядом портативный источник света. Вот такой. Размером он примерно сопоставим с GoPro, может быть чуть побольше. Сверху все дополнительно маскировывается травой, то есть сверху этого ничего не видно. Установлено все было примерно в 16.30, но саму подсветку я включил в 19.30. Птицы спокойно подлетали до включения подсветки. Без проблем кормили птенцов и при искусственном свете. А вот как выглядела подсветка в конце съемочного дня около 9 часов вечера. На улице уже было довольно темно, кормежка прекратилась и пятеро птенцов готовились ко сну. Они еще не знали, какие гости пожалуют к ним завтра. На следующий день примерно в 8 утра я снова ставил камеру в гнезда, которую снял накануне менее 12 часов назад. Поскольку в предыдущие дни я получил достаточное количество крупных планов, на этот раз я поставил камеру чуть дальше от гнезда. Подсветку ставить не стал, так как камера ставилась рано утром и значительную часть дня солнце будет светить в сам вход или слева, что вполне неплохо. В течение дня я раза три или четыре навещал камеру, чтобы убедиться, что все в порядке. При этом подходить гнезду понадобилось лишь пару раз. Один раз гнездо заслонила веточка, в другой раз, когда камера отключилась от перегрева, пришлось вручную ее перезагрузить. Вообще, подключенный Wi-Fi с одной стороны позволяет лишний раз не подходить гнезду, достаточно остановиться метров десяти, подключить к смартфону и посмотреть, идет ли запись видео или нет, и посмотреть, все ли в порядке в кадре. С другой стороны, включенный Wi-Fi увеличивает вероятность перегрева в жаркий день и автоматическое отключение камеры. Во второй половине дня солнце стало давать контровый свет, и оставалось только пожалеть, что у GoPro нет продуманной бленды для защиты от солнечных зайчиков и прочих световых неприятностей. Экспозиция была больше похожа на светомузуху в ночном клубе. В 16 часов я переставил камеру чуть подальше от гнезда, но ситуацию с контровым светом это не спасло. Около 7 часов вечера я очередной раз остановил авто недалеко от гнезда и не выходя проверил картинку видео на смартфоне. Птенцов не видно. Подошел к гнезду точно, в гнезде осталось только одно яйцо в авто, а взрослые птенцы уже разошлись. Полетающим неподалеку родителям с кормом я понял, что потом попрячется где-то в траве. Камеру я забрал, яйцо в гнезде трогать не стал, решил, что на обратном пути сделаю фото гнезда с яйцом, а заодно взвешиваю и сниму промеры яйца. Каково же было мое удивление, когда через пару часов, уже в сумерках, я в гнезде яйца не обнаружил. Как же я пожалел, что не оставил камеру. Однако причину преждевременного побега птенцов мне удалось выяснить. Начинаем обратный отсчет. 17 минут до прибытия врага. Самец кормит потомство и носит капсулу с пометом. 6 минут до атаки. Очередная кормежка. 3 минуты до атаки. Все-таки зря чеканы прямиком садятся в гнездо и также без стеснения из него вылетают. Это был самец лугового луня. Посмотрим еще раз. А теперь представьте, если бы камера работала по датчику движения. Да, датчик бы сработал. И с небольшой задержкой началась бы запись. Но в лучшем случае в кадр попал бы лишь кончик хвоста луня при взлете. Реакция же малышей, в отличие от деликатной трапезы серой вороны, незамедлительна. Все тут же бросились в рассыпную. Вообще мне всегда казалось нелепо привычка птенцов разбегаться или разлетаться из гнезда при беспокойстве. Я размышлял примерно следующим образом. Раз уж я хищник, нашел гнездо, то поймать и съесть всех нелетных птенцов мне не составит труда. Еще более странной мне казалась ситуация, когда птенцы затаиваются в гнезде при осмотре, а стоит отойти на безопасное расстояние и они начинают срочную эвакуацию. Казалось бы, беда миновала, зачем разбегаться? Все очень просто. Хищник обязательно возвращается. После атаки луня камера продолжала беспристрастное наблюдение за гнездом. Спустя шесть минут после атаки один тенец вернулся в гнездо, но скоро ушел. Интересно, чем он руководствуется? Родители еще продолжают подлетать в гнезду. То ли по привычке, то ли для проверки, то ли на голову тенцов, которые спрятались в траве неподалеку. А вот и тень хищника спустя двадцать минут после атаки. Все-таки не зря разбежались чеканята. Еще одна интересная сцена у гнезда спустя тридцать три минуты. К самке у гнезда выбежал тенец с требованием пищи. Самка отлетела от него как ошпаренная. А самец тут же его в гнезде и покормил. Но потом отлетел в сторону на камеру. Уговаривали родители птенца идти за собой или нет, но малыш в нигде не стал задерживаться. Нельзя точно сказать, насколько сложно общение между взрослыми и малышами. Но то, что есть сигнал тревоги, при котором тенцы обязаны затаиваться, сомнений не вызывает. Есть у меня также серьезные основания считать, что родители также умеют убеждать тенцов покинуть гнездо, если оно обнаружено хищником. К слову, если сравнивать с доплоднедриками и птицами, бьющими гнезда на деревьях, ситуация с надземно-гнезящимися птицами заметно отличается. Так, например, птицы, выводящие потомство в дуплах, незадолго до вылета заметно снижают частоту кормления, чтобы выманить птенцов, когда пришла пора. Поэтому птенцы, покидающие дуплы или скворечники, как правило, уже полностью сформировались и умеют сразу неплохо летать. Наземно-гнездящиеся птицы не могут позволить себе долго оставаться в гнезде и покидают его гораздо раньше. К птенцу на земле летать вовсе не обязательно, достаточно ловко пробираться сквозь травяные джунгли, затаиваться по команде родителей и подавать голову, чтобы тебя покормили. В минувшем лету меня особенно удивилась ситуация с гнездом камышовой овсянки. Сейчас я стою на месте, где гнездилась камышовая овсянка или тростниковая овсянка, ее еще называют. Она гнездится обычно и встречается рядом с какими-нибудь водоемами. Единственное пока что гнездо, которое я нашел по кормящим птицам, там были птенцы. Но при этом, на мой взгляд, они еще должны были посидеть несколько деньков в гнезде. Я совершенно спокойно подготовил гнездо для съемки, то есть там раздвинул траву, убрал то, что может попасть в кадр в сторону. Птенцы остались в гнезде, для меня это верный признак, что все будет замечательно. И пошел в машину за камерой. Когда я вернулся, птенцов уже не было. У нас оказалось, что прилетела самка и увела за собой птенцов, и они разбрелись по траве рядом. Так что съемка оказалась невозможной. Единственное, я на всякий случай потом, ориентируясь по поведению самца, поставил камеру у гнезда. Потому что самец, он видимо был не в курсе, в начале несколько раз садился в гнездо и искал птенцов. Вообще у наземно гнездящихся птиц есть такой защитный механизм, как покидание гнезда птенцами раньше времени в случае беспокойства. Это очень выгодное решение, поскольку позволяет сохранить жизнь большей части потомков в случае нападения на гнездо. Причем птенцы не обязательно сразу разбегаются при беспокойстве, хотя это наиболее распространенный вариант. Они могут через некоторое время после беспокойства все разбежаться. То есть биологический смысл, я так понимаю, в том, чтобы если хищник вернется в гнездо, он уже не обнаружит там птенцов. С другой стороны, например, у жаворонка я наблюдал, что довольно взрослые птенцы при регулярном беспокойстве с моей стороны, я устанавливал камеру практически каждый день, они просидели в гнезде вплоть до кольцевания. Но вернемся к врагам чекана. Обратимся к литературе. Попробуем поискать что-либо о лимитирующих факторах размножения чекана. Для начала возьмем птицовского заповедника из сопредельных территорий. Биология численность охраны. Том 2. Воробьиные птицы. Автор Сапетина. Это то, что ближе всего к Пронскому району Рязанской области. Здесь больше северная часть области освещается. Ну а я нахожусь на юге. Луговой чекан Соксикола Рубетра. Так, так, так. Здесь нет ничего о врагах чекана или даже лимитирующих факторов, касающихся размножения лугового чекана. Хотя и говорится, что один из обычных видов заповедника и прилежащих территорий. В картотеках заповедника есть сведения о 28 гнездах с кладкой и 50 с кинцами. Может быть не так уж много, даже 100 гнезд не набирается. Но, повторюсь, ничего о врагах чекана здесь нет. Посмотрим другие сводки. Вот четырехтомник Сотникова «Кицы Кировской области и сопредельных территорий». Вот такая серия книг. Я купил их в зоомузее МГУ. Сейчас, по-моему, там еще есть эти книги. Вот по полноте исследований, по полноте информации, потрясающее издание. И тех, кто интересуется гнездовой жизнью птиц, неважно, в Киевской области вы живете или где-то в совсем другом месте, категорически рекомендую. Потому что здесь очень подробно рассмотрены все вопросы по птицам. Численность, прилет, место обитания, размножение, отлет, зимовки, питание, литература, сроки гнездования. В том числе по многим птицам есть враги, лимитирующие факторы, значения. Очень интересный раздел для меня. По крайней мере. Но посмотрим, что есть по уголовному чекану. Лимитирующие факторы. В Пермской области в 21 гнездо чеканы отложили 113 яиц. 51 яйцо по разным причинам было уничтожено. В двух яйцах эмбрионы погибли. Из 60 вылупших птицов до подъема на крыло дожили только 45. Успешность размножения составила 39,8%. При среднем величине выводка 2,14 птенца на гнездо. Вот у Сотникова получается, что о врагах уголового чекана ничего не сказано. Есть у меня еще книги «Птица Чувашской республики», том 1, но это только не воробьиные. «Птица Ярославского» по-ложи из сопредельных регионов, но тут тоже только том 1. И здесь и здесь только не воробьиные. Ждем не дождемся, когда появятся воробьиные. А пока обратимся еще к раритетному изданию. «Птица Ленинградской области. Сопредельных территорий. Мальчевский и Пукинский». Это потрясающее издание. Две книги в электронном виде в интернете можно без проблем найти. При небольшом желании можно и бумажное издание купить. И вот здесь как раз единственное из того, что я у себя беглым взглядом сегодня нашел. Самое главное. Из врагов уголового чекана в гнездовой период можно указать на горностая, нападение которого на гнездо чекана нам приходилось непосредственно наблюдать, а также гадюку. Беспокоит уголовых чеканов и кукушка, подкладывающая яйца в их гнезда. Вот получается еще как минимум два достоверно известных врага гнезд чекана. Но что касается горностая, я честно говоря даже не знаю, есть ли он у нас в Рязанской области, Пронском районе. Может быть и есть. Ласка уж точно имеется. И ласка вполне допускает, что может разорить гнездо. И уж она-то наверняка передушит всех птенцов, если найдет. Гадюк у нас нет. Недавно появились ужи, несколько лет назад. Вот ужи, не знаю, могут, нет. Нет сомнений в том, что и среди четвероногих хищников, и среди пернатых, да и среди представителей других классов животных найдется еще немало любителей легкой нажимы. Будь то пустельга, коршун, ёж, ёж, уф, или, наконец, домашние кошки. Не только грызуны, но и птицы часто становятся добычей кошек. Однако наше предположение это одно, а документальное подтверждение совершенно другое. На этом у меня все, друзья. Если вам понравилось мое видео, не забывайте подкреплять свое мнение пальцами вверх. Если было скучно, вы знаете, что делать. Ну и еще внизу под видео вы найдете ссылки на мой сайт photoparus.com, где выложены фотографии гнезда угового чекана. Также внизу под видео будет ссылка на отдельный видеоролик, как найти гнезда чекана. И еще одно, что я хотел сказать. Еще одно. А, еще кое-что, да. У меня накопилось довольно много материала за минувший летний сезон, плюс еще то, что я успел снять в прошлом летнем сезоне с помощью мини-камер, с помощью прямых наблюдений и, в первую очередь, о гнездовой жизни птиц. Поэтому сейчас мне немного сложно решить, о чем рассказать в первую очередь в следующем ролике. В связи с этим я хочу небольшой интерактив такой провести, спросить ваше мнение, предлагая вам три темы. Первая. Гнездовая жизнь волчка и его соседей. Дроздовидная камышовка. Плюс камышница. Ну, что касается камышницы там, у гнезда, у меня нормально ее не получилось снимать, поснимать. Ну, я все равно расскажу о своем опыте. Второе. Гнездо садовой овсянки. Восемь дней видеонаблюдений. Я ее мало встречаю, по крайней мере, на юге Лизанской области. Но вот в этом году совершенно случайно удалось обнаружить ее гнездо. Еще на стадии яйцекладки с четырьмя. С четырьмя яйцами мне удалось поснимать очень много ее гнезда с помощью мини-экшн камеры. Вот. И последние восемь дней до вылета, включая, я каждый день хотя бы какое-то количество часов наблюдал за гнездом. Третья тема – это белая трясогуска и ее соседи. Соседи – это серая мухоловка и садовая славка рядом. Хочется, конечно, добавить еще кучу других соседей, которые рядом с ней жили, но вот этих, я думаю, хватит. Ваше предпочтение – значит, первая – гнездовая жизнь волчка и его соседей. Второе – отдельно только гнездовая жизнь садовой овсянки. И третья – белая трясогуска и ее соседи. Ваше предпочтение пишите в комментариях. Все, пока!